...на полноту обзора, охарактеризовать разнообразие форм и механизмов этой изменчивости. В соответствии с классическими положениями этологии, для любых проявлений активности необходима мотивация, которая в данном случае определяется наличием яиц, готовых к откладке, и необходим стимул, который в данном случае как-то прямо или косвенно обычно связан с хозяевом. И, соответственно, вот, так сказать, итог этого взаимодействия, это заражение некой поведенческой реакции. И стимул, и мотив в некотором роде суммируются, интегрируются. Из чего следует важный для нашего случая вывод, что при, так сказать, вот это вот сложение приводит к тому, что при, так сказать, превышении какого-то порога уровня осуществляется реакция. Поэтому при достаточно слабом стимуле необходим сильный мотив, и наоборот, при достаточно сильном, так сказать, вот стимуле, достаточно слабый мотив и наоборот. Соответственно, интеграция вот этого, так сказать, эндогенных каких-то мотивов и внешних стимулов осуществляется нейроэндокринной системой насекомого, и при этом преломляется вот это все через некую уже проняющуюся информацию. Я извиняюсь, такое вот коротенькое введение. Существует накопленный опыт, через который преломляется восприятие внешних стимулов, и существует некий физиологический статус, физиологическое состояние санки, через которое воспринимается вот этот вот мотив к поиску веих, к заражению хозяина. Соответственно, вот всю пластичность, всю изменчивость поведения можно очень приблизительно и грубо разделить на две различные категории. Динамика относительной силы реакции на разные стимулы или накопление опыта. В данном случае основные характеристики изменчиваются следующие. Изменения обычно специфичны, то есть касаются реакции на хозяев, относящихся к определенным видам или группам. То есть попросту после воздействия какого-либо стимула меняется реакция на него или на близкие раздражения. Реакция на менее предпочитаемых хозяев обычно меняется сильнее. И что важно, при слабой мотивации накопление опыта в большей степени влияет на поведение. Упс. Вот такая пластичность поведения, связанная именно с изменением реакции на отдельные стимулы, как удалось выяснить в литературе, в настоящее время отмечено у 86 видов, относящихся к 54 родам разных семейских перехочных крылых. Этот список составлен на основании 260 публикаций, из них 8 за последние действия. То есть исследования идут достаточно интенсивные. Сразу должен сказать, что, конечно, относительная представленность, вот так сказать, разных семейских групп обусловлена не большей или меньшей обучаемостью, скорее всего, а просто либо важностью в качестве объекта биометода, который, так сказать, интересен, или удобством разведения в качестве модельных объектов. Но видно, что тем не менее, в общем, так сказать, у большинства крупных, так сказать, хороших исследований, таксонов, такая пластичность поведения при заражении выявлена была бы экспериментальна, или редко в полевых исследованиях. Обучение – самый простейший, так сказать, пример, когда сами и мага обучаются и накапливают опыт, который влияет на их дальнейшее поведение. Как правило, при этом работают два основных направления восприятия этих сигнала. Это химорецепции, где происходит запоминание или запаха самого хозяина, или запаха кормового растения хозяина, или растения поврежденного хозяина, или других каких-то субстратов, и также, возможно, в принципе, вырубившие реакции на искусственные запахы в эксперименте. Или зрение, при этом запоминаются какие-то формы естественных объектов или искусственные модели будут. И все это, повторяю, вырабатывает поиск не самого хозяина, а именно определенного места обитания, в котором следуют данные самки, искать хозяина. Ну, скажем вот, классический пример – это усиление реакции на запах кормового растения хозяина. Очень распространенный, так сказать, пример, изученный в самых разных паралитетах. В частности, вот, например, такой один из видов, он заражает хозяина на лимоне или на тюрьме. Два разных растения. После того, как происходит опыт заражения на лимоне, видно, что доля ответов на лимон резко возрастает. Причем контакт с растением без заражения. Или заражения, ну, без, так сказать, контакта с данным растением, такого эффекта не вызывает. Причем видно, что при отсутствии опыта, вот здесь в контроле, запах лимона является скорее репеллентом, то есть менее 50% особей, так сказать, на него реагирует плац. Ну, вот классический пример, вот таких реакций, которые выявлены у очень многих исследованных насекомых паралитетов. Возможно, выработка такого же рефлекса на неестественный, искусственный запах. Вот в качестве такой экстремальной, так сказать, ситуации, это паралитет Дрозоттел, у которого в опыте французским исследователям удалось выработать позитивную реакцию на просто вот элитный парфюм, на фоне которого они заражали отличинным Дрозоттел, после чего образовалась стандартная условная рефлексия, так сказать, в дальнейшем самки вот летели на этот запах искать хозяина. Понятно, что, так сказать, эта реакция уже совершенно искусственная, в природе ничего такого быть не могла. Такая способность к обучению в достаточно широком спектре сигналов прилила к тому, что возникла мысль использовать этот эффект в практических целях. Вот эта, так сказать, не шутка, она полной всерьезе в журнале, посвященном биотехнологии, 2006 год, появилось описание вот такого прибора осаищника, где браконин, предварительно тренированный как детектор запаха триокталона, который говорит о наличии в зерне токсичных двигков. Браконин обучают заражать личинок на фоне этого запаха, потом стоит детектор за поведением самки, наблюдает компьютер, и при появлении вот в этом проплывающем зерне такого запаха, самка начинает беспокоиться, компьютер фиксирует повышенную двигательную активность, срабатываясь на тренировке. Я не знаю, был ли этот прибор внедрён, но то, что он, так сказать, на полной всерьезе описан и, так сказать, опубликован, это факт. То есть реакция настолько специфична, что в данном случае удалось обучить развлечению даже разных линий уличий гребков рода асопергелес, которые могут поселяться на зерне. Возможно, у самок выработка обучения на основе зрительного восприятия, причём здесь, на самом деле, обучение по уровню сложности и по, так сказать, скорости реакции позукоминания не хуже, чем у классических пчёл-оос, которые изучаются и толканы уже в многих вестерствиях. Тот же самый браконин способен запомнить и форму модели, и цвет модели, и разнообразие, так сказать, каких-то узоров модели клетки или полоска. После нескольких заражений хозяина вот внутри вот этого бумажного цилиндра происходит, так сказать, или там треугольник или чего-то ещё, происходит целенаправленный, так сказать, вот поиск вот таких именно моделей. В естественных условиях, скорее всего, смысл заключается в том, что поиск осуществляется на определённой части растения. В данном случае ещё, по-моему, работы проводились на хлопченнике, что в определённый момент самки сосредоточены либо на листьях, либо на плодах, либо там, где вот, так сказать, сейчас можно найти хозяина. Причём это обусловлено не только деталями запаха разных частей растения, но и в значительной степени тому, что запоминаются именно зрительные какие-то образы, вот тех частей растения, на которых есть возможность найти хозяина. Обучение самок способно привести не только к, так сказать, вот такому поиску места обитания, мест, где следует искать хозяина, но и к реакции на самих хозяина. Причём, возможно, развлечение не только видов, но даже быстревидовых форм хозяина. Вот на примере Афилио Целли опыта выбора между зелёными и красными морфами одного вида клей. Видно, что пропорция клей, которые реагируют на красную морфу, после атаки к красной морфы опыта заражения выше, чем, так сказать, после атаки к зелёной морфы. То есть достаточно заразить клей какой-то морфой, и уже вырабатывается какое-то предпочтение, которое в дальнейшем ориентирует на поиск именно данного вида или даже, так сказать, внутривидовой формы хозяина. интересной формой обучения, которая, так сказать, вырабатывается реже, чем то, что мы рассматривали раньше, просто обучение самих самих. Это передача информации от личинки к эмагу. В данном случае речь идёт о том, что личинка, паразитоиды, развивавшаяся на каком-либо хозяине, передаёт эмагу информацию о том, что именно вот на этом хозяине или в этом место обитания следует вести поиск. Эта вещь менее хорошо изученная, сложнее обнаруживаемая, но понятно, что эволюционно-экологически она очень важна, потому что фактически это уже вот первый этап к обособлению каких-то внутривидовых форм. В данном случае очень убедительная работа – это гусениц, яблонные плодожоты, где они питались на искусственной среде во всех вариантах, однако в некоторых вариантах добавлялся запах яблок. Видно, что когда общее развитие на яблоке, то влияние взрослых на экскременты именно гусениц, так сказать, которые питались яблоком достаточно велико. Если яйца и молодая личинка подвергали запаху яблок, реакция также сильна, уже при воздействии запахом яблока только на взрослых личинок реакция уменьшается, при влиянии на куколку и на взрослые насекомые, что очень важно, реакция практически не отличается от контроля. Что это означает? Что именно личинки запоминают то, что они развивались в хозяинах, которые пахли определенным образом, и в дальнейшем вышедшие мага уже этот запах запоминают и ищут на этот запах тот субстрат, на котором они будут выбирать это. Ясно, что вот такой механизм это в принципе первый этап в каком-то выделении внутренних задовольств и так далее. Такого же рода реакции возможны и при поиске собственных хозяина. Очень эффектная работа на трихограмме, который, это австралийский вид, предлагали яйца трех видов чешуекровых. Видно, что вот этот хипарин, который, судя по всему, предпочитаем у хозяина, 100% бумага заражает, 100% самов заражает яйца этого хозяина. То есть 100% у них заражены, когда они происходят. Если даются менее предпочитаем у хозяина папирио и хирио, то в случае, если развитие шло на папирио, соответственно, заражается больше, чем совочные яйца. Если же развитие той же линии, того же вида, шло на совке, то, так сказать, гораздо чаще заражаются совочные яйца. То есть в данном случае тоже передается каким-то образом информациями от личин и мага и приводит уже к направленному поиску определенного вида хозяина. хозяина. Значит, следующий момент изменчивости, о котором я говорил, это динамика мотивации. Когда меняется, собственно, физиологический статус самки и меняется само вот стремление ее заражать. Эти изменения обычно не специфичны. В каком смысле? Что если увеличивается мотивация к заражению, то, как правило, просто происходит расширение круга заражаемых хозяев без особой специфичности вот этих изменений. Эти изменения не приурочены обычно какой-то группе хозяев. Хотя реакции на менее предпочитаемых хозяев обычно меняются сильнее. Это вот вспоминает схему, которую я показывал в начале, что когда стимул слаб, то для осуществления реакции требуется сильный мотив. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова